Уважаемые любители моих небольших роликов по многочисленным просьбам совершенно разных людей я сейчас записываю очень неподходящее время ролик о сути происходящего ну попросили меня об этом рассказать но я и рассказываю жара страшная только что спала поэтому я буду сочетать в общем неприятно из бесполезно я на самом деле режу яблочки то игрушки яблочек практически нет всего несколько штук было для того чтобы сделать из них вот в этой замечательной посудине как видите или же кое-что есть сделать грушевую водку значит любители здорового образа жизни прошу не слушать и вообще идти куда-нибудь подальше потому что это вас не касается берегите здоровье потому что по советской поговорке кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрет успехов вам в этом начинании так вот игрушки кстати невероятно сладкий я уверен что водка получится просто пальчики оближешь особенно с холодненьким салом копченым это бесподобная национальная кита но речь в общем не об этом речь идет о ситуации ситуация что собственно говоря происходит нас бесконечные коварные политолухи и всякие комментаторы рассказывают всякие ужасы причем объяснение такого рода особенно я слышу от историков что вот они взялись и сделались неожиданно такими вот гадкими фашистами я имею ввиду про юг россии новороссия и малороссия что им взяли и отравили сознание как мы отравили сознание дустом что ли капали да нет посмотрите фильмы ну например племен германии тридцатых годов я имею ввиду триумф воли хорошее кино наших много документалистов из них потом сделали себе карьеру из этого фильма ну нарезаю кусочки и комментирую всякими своими собственными комментариями такое псевдо кино искусство так вот в этом триумфе воли как раз показано что весь народ дружно и весело немецкий был готов ехать и завоевывать россию чтобы получить много земли рабов и ресурсов они какая-то там шайка негодяев и тогда вся европа пришла россия том числе горячо любимые всеми болгары которые воевали против нас в первую мировую войну его вторую это благодарность за их освобождение поэтому я не уверен что не пришла пора их передать на воспитание эрдоган но это мои такие заметки фенолога на самом-то деле речь идет о биологической сути происходящих процессов дело то в том что суть процессов биологических которые происходят сейчас очень и очень проста дело в том что я еще в шестнадцатом году по моему говорил о том что вот украину значит пилят несколько очень специфических организаций я имею ввиду массат цру ну поскольку это дружба фронтшафт это почти одно и то же иногда особенно в таких вопросах ну и конечно польская разведкой что они все это затеяли для того чтобы свете свести счеты с украинцами ну потому что те тоже молодцы весь конец девятнадцатого до начала двадцатого века их шуровали всячески убили без счета всяческие хулиганили да и с помощью советского союза разжились их территориями тоже обид смертный между прочим вот ну и что ждать ждать что сотни тысяч людей будут неотомщенные да это не в характере европейских стран вспомните этнические войны до похода все все время говорят про крестовые походы там на ближний восток а да это вот сколько они тренировались европейцы они же там своих же чирикали поэтому уж самому горячо любимому этническому принципу построенному на различиях в языке и об этом пишу в книжке серебральный сортинг кстати говоря вышло уже три издания будет четвертый скоро может быть даже него придется дописывать так вот ничего удивительного в этом нет это стандартная европейская процедура крестовая война на собственной территории их было десятки если не сотни до того как они отправились на ближний восток и для тренировки уничтожали до 80 процентов населения себя подобных ровно такая же история этническая война построена на различиях языке идет и сейчас просто комбинация поинтереснее но она идет на уничтожение и конечно очень печально что на украине этого не понимают им откровенно говорят простодушные люди о том что ребята мы будем пока вы не кончитесь с нашей помощью воевать но задачи то не против нас воевать причем тут мы задача простая и понятно уничтожение население если встать на эту позицию то все сразу становится понятно что задача была поставлена простая уничтожение население поэтому они бьют по гражданским потому что все равно кого уничтожать с нашей помощью без нашей помощи за счет меж собой чик или за счет какой-то провокации нас им все равно задача уничтожение это совершенно биологический процесс построенный но в были такие примеры в истории полным полно когда уничтожались целые народы где-то с манейцы где много других завоеванных освоенных народов те же самые гаитяне там давно уже не гаитяне то есть иначе говоря речь идет о биологическом процессе сводит счета этнический сводит как положено с уничтожением нацелла и тогда все становится на свои места и зачем этот господин зюм приставлен к власти он смотрит что процесс не нарушался и муж главное чтобы бились до последнего то есть защищали родину в том смысле чтобы потери были максимальной и тогда все объясняется если мы исходим из такой точки зрения с биологической то война абсолютно идет по тем биологическим правилам которые возникли еще тысячи лет назад в результате развития искусственного отбора гоминид ничего удивительного нет и парадоксального эдакое необъяснимое явление вот они воюют воюют а потом берут по мирным бьют там так война то это если но не уничтожение то все равно по кому бить по нашим по донецким по луганским по своим главное дельта добиться максимального результата и это запланированное я уже упоминал кем акции могу поздравить эти замечательные разведслужбы которые сотворили это с в общем-то неплохим народом который мне кажется достоин лучшей доли так что чё тут объяснить стеллы в сша как стояли так стоят уже никто не снес те самые на которых написано что 500 миллионов человек это для планеты хорошо а больше плохо с вирусом не получилось плохо косил искусственный наш шедевр ну так надо было лучше работать над анализом испанки а у меня были специальные ролики где объяснял из чего они его смастерили там хитрость то никакой нет все это в общем и весна что там было атипичная пневмония до испанка именно поэтому реакции очень похожи именно поэтому иммунный ответ такой мощный какой испанки чем сильнее иммунитет тем быстрее смерть поэтому зожники то так и пошли косяком вначале так что с этим вирусом не получилось ну значит по старинке искусственный отбор посредством до капитации масса а система организована так чтоб самим не мараться чтобы межсобойчик был в малоруссии ну вот он и идет так что ничего здесь феноменального нет по этой причине запорожской аэс конечно они будут пытаться грохнуть понятно почему земли то эти были уже куплены они же уже их своими воспринимают ну и чего зачем выкармливать население которое на кота который пограбить уже не удастся ну и все не доставайся что никому это же все очень очевидно зараженность погибнет еще там 50 миллионов человек в европе да и отлично сокращение населения входят в их так сказать планы игрушки они на граните выбиты такие буквы я уж не знаю чего еще нужно жалко конечно этих простофиль которые там малоруссии во все это верят которых убивают таких количествах ужас если честно вроде для людей разумных дело неправильно но биологические процессы они не знают слов сострадания обратите внимание все же было сделано хорошо сельскохозяйства за разрушенные сам видел как добрые немцы рапс загружали прям фурой увозили без всякой обработки к себе еще в четырнадцатом году промышленность уничтожен социалка разрушена и мозги аккуратненько присыпаны национализм ну так всегда бывает если у тебя кончается колбаса значит нужен национализм германия также себя вела но результат превзошел все ожидания все получилось то есть это классическая классический крестовый поход внутри европы построены и нацелены не на то чтобы решить какую-то экономическую еще чуть проблему просто уничтожение забыли просто про них за 500 лет запамяты нет так называемая западная цивилизация она на этом стояла стоит и стоять будет надо было их еще во времена наполеона раскатывать подлысого когда их два десятка стран вошло стирать ластиком с карты нет мы проявили пацифизм и гуманизм да еще генофон свой передали как известно 30 тысяч низших чинов осталось во франции еще их там улучшали породу этих несчастных во второй мировой войны тоже за те зверства которые не устраивали могли бы их спокойненько так сказать переплавинить тоже вполне морально по европейским законам они же только так делают поэтому биологическая война на биологическая война к ней критерии социальные религиозные какие-то моральные безотносительно причем тут попробуйте объяснить этому клопу или комару чтоб он вас не кусал на чистом русском английском или даже китайском языках не получится кусать бы вот биологические процессы отличаются от человеческих тем что с кем-то договориться можно если это человек перед вами объяснить как то ну хорошо хотя бы так сказать запретить скать нельзя а когда ты имеешь дело с биологическим процессом то есть существами которые считают что главное это еда размножения доминантность их личная они популяционные то они другие популяции спокойно пустят на колбасу что сейчас и происходит с новороссия и малороссии а уж инструменты там каким и конкретным образом это уже детали я вас уверяю это не имеет с точки зрения биологических процессов ни какого значения как там это называется уже смешно речь идет о войне на уничтожение классической европейской я в книжке еще раз повторюсь церебральный сортинг описывайте явление они были постоянные в европе традиционные забылись за время эпохи равновесия между ссср и всем остальным миром а так все как как был так и осталось да тем более они живет не чувствуют никакой ответственности в европе какой стати они должны начать ответственность когда германии под оккупацией сша сколько там вас стоит это вообще страны секонд-хенд там нечем с ними разговаривать они ничего не решают и вот сейчас как будет разваливаться наш любимый гегемон западный так им придется принимать решение самостоятельно а поскольку они по природе своей вторично понятно что им надо кому-то бежать сдаваться кому они побегут сдаваться неизвестно мы можем уже и не взять зачем нам это насекомарий мы энтомологии не занимаемся и людям которые живут биологическим законам у нас сделать нечего у нас некоторые другие да у нас кривенько косенько не так не сяк и духовность иногда выглядит странновато мягко говоря и прочие всякие скрипки но тем не менее у нас еще что-то осталось благодаря совдепии что позволяет нам считать себя людьми а их уже нет для них вся эта духовность моральность законность это только инструмент для того чтобы есть размножаться и доминировать то бишь выпендриваться ну что ж столкновение не цивилизации а столкновение двух глобальных биологических процессов один из прошлого биологический от этих самых а другой более сложный которые попытались воплотить в ссср да наверху оказались такие же мартышки которые завалили все дело и исправить его нельзя потому что инструмента не было но не могли в совдепии отобрать честных людей как с этого и сейчас почему а какой инструмента приходит и ты будешь подписываться на газетку правду конечно буду учитывая что впереди там колбаса курорты распределители казенные и все и будет землю носом рыть потому что это единственная возможность ему сделать карьеру и продвинуться к самым вкусным как батонам колбасы ну и все как его отличишь он искренне или он за перспективу колбаски непонятно проблема это был бы инструмент хотя бы тот который мы сейчас осуществляем я имею ввиду объективный анализ энергетической затрат человеческого мозга дело бы смотришь пошло повеселее а уж если потому город сделал а могли сделать это было бы дешевле ядерной бомбы зато результат бы был какой когда они даже не понимали что с ним происходит амигду запад но здесь есть опасность что наиболее бездарные вороватые жуликоватые наши чуткие руководители тоже попадут под этот объективный каток церебрального сортинга поэтому дело двигается плохо но могу сказать что первые анализы мы провели уже это очень непросто сколько никто не ходил такой дорогой никто не может количественно оценить объемы лени которые присутствуют в ваших головах которые вы сами не понимаете тщательно скрываете сложная задача поэтому дело идет медленно она хоть как-то двигается то есть наконец-то мы кое-чего начинаем понимать в этом исследовании большое спасибо всем кто участвует в этом исследовании и наберите терпение мы всем ответить всех исследуем но дело непростое к тому же видите мне приходится отвлекаться на грушевую водку что сделать не могу я что пропало такое добро очень хорошая вещь всячески рекомендую груша тем более падалица ну точно завтрашнего дню червяки сожрут приходится бороться то есть применять разумный человеческий подход хотя уже и поздно и уже спать хочется на этом уважаемые слушатели до свидания советую вам вкусной грушевой водки попробовать когда-нибудь если достанется ну и могу сказать что ближайшим обозримым будущем у меня будет презентация нового издания книги изменчивость и гениальность которую я очень сильно переделал и туда в конце вставил нового персонажа который о котором я уже говорил это композитор даже директор большого театра в прошлом во времена станиславского и кстати попал туда он по рекомендации чайковского вот его мозг исследован и результаты эти будут представлены в пятом издании книги изменчивость и гениальность а презентации будет две одна будет в консерватории 18 сентября одна будет пораньше в доме книги ну следите за объявлениями на сайте издательства ведь я не точно помню вводить вас заблуждение не хочу а так будет интересно то есть я отвечу в том числе на ваши вопросы после двухлетнего отсутствия наших с вами встреч на этом до свидания желаю вам вкусных груш ну или водки из них до свидания украинские субтитры подогнал «Симон»